Мир полон тайн и загадочных явлений. Любая тайна, как интрига, как наглухо закрытая дверь. Это особые двери. Их невозможно взломать. Их возможно только открыть, используя особые ключи. Ключи познания. В этой программе смотрите. Имейте добрую совесть и нелицемерную веру. Потому что люди, которые имеют веру, но отвергают добрую совесть, они терпят кораблекрушение веры. На веру влияет множество факторов. Я обнаружил, что одним из самых серьезных факторов, который определяет и состояние, и качество веры, это совесть. Вроде бы это параллельные темы, но я никогда их не рассматривал в непосредственной связи. Вы знаете, и за этих 22 года я, может быть, услышал тысячи проповедей о вере, но о совести чрезвычайно редко. То есть, учения о вере у нас есть, учения о совести у нас нет. То есть, совесть мы как бы подразумеваем, что она должна где-то быть. И я скажу вам, что в последнее время я обнаружил, что это корневище веры. Дело в том, что вера вторична, а совесть первична. Оказывается, апостолы, оказывается, апостолы в своем учении о совести говорят ровно столько же, сколько они говорят о вере. И мне кажется, и мне кажется, учение о святости – это и есть учение о совести, потому что совесть формирует веру. Когда мне стало это понятно, я просто увидел какой-то другой мир, я увидел совершенно другой богословский или теологический пласт. Я просто заметил, что если я работаю над верой, но не работаю над своей совестью, то я ничего не делаю. Я не смогу обмануть законы жизни. Я не смогу обойти принципы Царства Божьего. И для меня сегодня однозначно, какова совесть, такова и вера. Причем совесть первична, а вера вторична. И если совесть – это корневище, а вера – это древо, то, как написано в Библии, если корень свят, если совесть будет освящена в Духе Святом, то и наша вера будет непоколебимой, и она будет прочной. Парадигма совести определит парадигму веры. Я был просто удивлен, насколько гармонично Новый Завет представляет нам взаимодействие совести и веры. Давайте откроем первое послание Тимофею, первая глава. И пятый стих прочитаю. «Цель же увещевания, цель увещания – есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры». Апостол Павел пишет Тимофею и говорит, «Есть три кита, которые будут служить основанием твоей веры, твоего служения и твоей судьбы». Первое – это любовь от чистого сердца. Второе – это добрая совесть. И третье – нелицемерная вера. Добрая совесть, она даст тебе все основания иметь нелицемерную веру. Добрая совесть, она будет формировать нелицемерную веру. «Приподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергнувшие потерпели кораблекрушение веры». Итак, имейте добрую совесть и нелицемерную веру. Потому что люди, которые имеют веру, но отвергают добрую совесть, они терпят кораблекрушение веры. Оказывается, все вместе, оказывается, здесь все гармонично связано. Там, где совесть, там вера. Вера – совесть первична. Совесть формирует веру. Какова совесть, такова и вера. Мы можем исповедовать Божьи обетования, мы можем призывать кровь Иисуса, повелевать бесам, дьяволу, провосглажать победу Иисуса Христа, но все это будет пустой звон, если совесть наша будет оскверненной, если совесть будет нечистой, если совесть будет в конфликте с теми исповеданиями, которые мы имеем. Именно об этом Иисус сказал. Они устами приближаются ко мне, то есть они исповедуют веру, а сердце их стоит далеко от меня. Поэтому вывод здесь несложно сделать. Оказывается, в первую очередь, дьявол реагирует не на твою веру, а дьявол реагирует на твою совесть. И если совесть не в ладах с верой, эта вера не работает. И мне кажется, как раз успех веры нашей и качество нашей веры всегда будет зависеть от того, какова будет наша совесть. Если корень свят, если совесть чиста, то и все дерево нашей веры, оно будет благословенным, и на это дерево может принести много-много доброго плода. Нам необходимо знать о совести чуть больше. Нам необходимо изучить, что это такое. Нам необходимо осознать природу происхождения, что такое совесть, откуда она появилась, подвергается ли она воспитанию, или она неизменно. Сколько споров, сколько сегодня конфликтных ситуаций вокруг этого вопроса? Кто-то ее признает, а кто-то ее не признает. Как-то на бегу я спросил своего друга, говорю, как ты думаешь, что такое совесть? Он говорит, ну совесть это как хорек, то спит, то грызет. Для некоторых вот такая дефиниция. Другой ответил, совесть это внутренний голос, который всегда тебя предупреждает, что кто-то за тобою следит. Кто-то ее сравнивает с тещей, но больше всего мне запомнилось выражение совесть это уполномоченный Бога по делам человека. Некоторые люди признают, что совесть это признак слабости. Скажем, вот известный английский классик Оскар Уальд заявил, что совесть это признак слабости. И поэтому о совести говорят только слабаки, трусливые люди. А вот что сказал Лев Николаевич Толстой. Для того, чтобы решить, как поступить человеку, ему надо об этом думать самому, независимо от других влияний. Слушать только голос своей совести, то есть поступать так, как того хочет от вас Бог. Без соображения о том, одобрят или не одобрят люди ваш поступок. И дальше, я думаю, это обязательно мы запишем. Правда всегда идет от совести, иначе это не есть правда. А совесть всегда идет от правды, иначе это не есть совесть. Вокруг нее вращается все. Самые важные решения в жизни, они сопряжены с совестью. Самые важные решения в жизни человек принимает либо в согласии с этой совестью, либо вопреки ее. Но именно вокруг нее будет вращаться вся наша жизнь. Далее в программе. Благодаря совести человек на любое событие вокруг сначала реагирует эмоционально, а потом уже рационально. То есть ты обосновываешь свою реакцию. Прежде всего, хотелось бы отметить, что совесть – это понятие исключительно Нового Завета. Если бы вы порылись в Ветхом Завете, в Ветхом Завете ни разу не встречается слово «совесть». Это не означает, что Ветхий Завет не говорит о совести. Понятие совести, конечно же, присутствовало в Ветхом Завете, просто обозначалось другими словами. То, что в Новом Завете мы называем совестью, в Ветхом Завете это обозначалось как сердце. Скажем, Псалом 50, 12. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Естественно, когда Давид переживал эти угрызения совести, когда свет ему был немил, когда внутри все рвалось на части, когда обличение от Нафана пророка прозвучало, и когда он понял, что он не прав перед Богом, покаяние как реванш, покаяние как возвращение к Богу, как капитуляция перед взорвавшейся совестью, рождается Псалом 50. И там он говорит не о совести, а там он говорит о сердце. То есть представители Ветхого Завета, они все понимали, что совесть-это сердце. Это сердце. Кстати, даже это понятие перешло и в Новый Завет, потому что там написано в одном месте, что если сердце не осуждает нас, то «коль ми пачи Бог». То есть сердце-совесть. Дальше. Чистое сердце – это чистая совесть. Как написано? Чистое сердце Бога узрит. Это написано в Новом Завете, а в Ветхом Завете написано, «Давид, всегда я видел перед собой Господа, ибо Он одесну и меня не поколеблюсь». То есть чистое сердце видит Бога, чистая совесть позволит тебе видеть Бога и быть непоколебимым. Чистое сердце – основа твердой веры и условия победы над грехом. Смотрите, Иосиф, который оказался во дворце Патифара, и когда в этом дворце было всего лишь два человека, эта коварная женщина, которая замыслила овладеть этим юношей, Скажите, пожалуйста, что позволило Иосифу остаться верным и не переступить этого барьера? Его чистая, нескверненная совесть сделала его веру твердой и непоколебимой, и благодаря непоколебимой вере он мог противостоять дьяволу в юбке твердой верой. Вы понимаете, парни? Слушайте, молодец, что ты две школы закончил библейских. Молодец, что ты знаешь наизусть 35 обетований от Господа. И молодец, что ты можешь это все исповедовать. Но вопрос в другом. Чистая совесть – это мораль, это внутренние принципы, которые ты никогда не нарушишь. Еще раз говорю, чистая совесть формирует непоколебимую веру, благодаря которой ты можешь противостать всем соблазнам и искушениям и выйти из этих искушений чистым. Еще одно определение ветхозаветной совести – это страх Господень. Псалом 110, 10. Здесь записано так. Начало мудрости – страх Господень. Разум верный у всех, исполняющих заповеди Его, и хвала Его Ему да пребывает вовек. То есть страх Господень – это состояние человека, обладающего чистым сердцем, для которого заповеди Божьи – это кодекс чести и жизненное правило. Страх Господень – это состояние человека, у которого чистое сердце, и для которого заповеди Божьи – это внутренняя конституция, кодекс чести и правила жизни. Это человек принципиальный, это человек предсказуемый. Его можно легко просчитать. Он не продается, он не покупается, он в этих ситуациях никогда не сломится. Он живет по совести. И следующее определение – совесть – это эмоционально-информационный симбиоз. Что я имею в виду? Совесть – это ощущение плюс информация. Благодаря совести человек на любое событие вокруг сначала реагирует эмоционально, а потом уже рационально. То есть ты обосновываешь свою реакцию. Притчи 29-27 написано. «Мерзость для праведника человек неправедный и мерзость для нечестивого, идущий прямым путем». Имейте в виду, между праведностью и беззаконием никогда не было и не будет мирного сосуществования. «Мерзость для праведника человек беззаконный». То есть вот когда человек творит беззаконие, праведный человек сначала реагирует эмоционально. Он говорит «мерзость». Что такое мерзость? Это ощущение отвращения. Это просто отвращение. Это возмущение. Это внутри просто непризнание. Тебя это возмущает. А потом только ты обоснуешь, почему тебя это возмущает. И точно так же, когда нечестивый человек смотрит на праведника, человек, он сплевает. Фу! Христиане. Опять молятся. Опять кричат. Опять деньги собирают. И у нечестивого человека, во-первых, реакция на праведность эмоциональная. Это непризнание, раздражение. А во-вторых, уже обоснование. Когда Мэрилин Мэнсон, одетый под грязную женщину, в колготках, разукрашенный, на сцене рвет Библию и говорит, эта тупая книга говорит, отвергни себя и возьми крест, и мы с тобой пойдем на небо. А я говорю, будь самим собой, пойдем в ад, и там будет веселее. И он рвет эту книгу и бросает эти листья, порванные в зал. И потом делает такое нечестие, разврат на сцене. Эта вся картина, она вызывает вообще отвращение, мерзость. Просто ты внутри, на уровне ощущения, это отвергаешь. А потом уже рационально, обосновываешь и говоришь, это беззаконие, потому что то, то, то. Так действует совесть. Так действует совесть. Когда ты видишь двух мужчин, которые целуются где-нибудь на скамеечке, тебе не левит 18-18 в голове всплывает в первую очередь, а тебе хочется сначала эмоционально выразить свое отношение. То есть совесть – это эмоционально информационный симбиоз. И человек с неповрежденной совестью, он сначала на уровне ощущений отреагирует. А если ты на это смотришь, как на нормальное явление, значит, с твоей совестью что-то не в порядке. Мерзость для праведников – человек неправедный. и мерзость для нечестивого, идущий прямым путем. То есть ты даже иногда не понимаешь, почему в твоем родстве тебя ненавидят. И тот, кто тебя ненавидит, он даже не может объяснить, почему ты ему антипатичен. У вас разная совесть. Значит, кто-то из вас – один праведник, а другой – нечестивый. Мы даже не понимаем, почему в городе человек, который тебя первый раз видит, он просто изрыгает такие оскорбления. Из его глаз, из его поведения просто хлыщет негатив, и ты не понимаешь, в чем дело. Далее в программе. Праведный человек для нечестивого – это мерзость. Имея в виду, что и ты являешься мерзостью для гомосексуалистов, для блудников, для убийц, для воров, для людей, которые живут нечисто. Иоанна 3, 20, 21. «Всякий, делающий злое, ненавидит свет». Я подчеркиваю слово, эмоции – ненависть. Слово «мерзость» сопряжено со словом «ненависть». Когда мы говорим «мерзость», за этим словом стоит ощущение с конкретным обозначением – ненависть. То есть, если для праведного человека мерзость – нечестие, это означает, что праведник ненавидит нечестие. Если мы говорим, что для нечестивого человека мерзость, праведный человек – это означает, что нечестивый имеет по отношению к тебе конкретное отношение – ненависть. Об этой взаимной ненависти пишет Евангелие, пишет Библия. Нас воспитали в харизматическом духе, всех любить надо, любить и любить. Но дело в том, что в сущности самого Бога, которого имя – любовь, есть это качество ненависть. И мы ниже прочитаем, что Бог, о нем сказал, ты Бог, возлюбил правду и возненавидел беззаконие, поэтому на тебе пребывает помазание. Если ты любишь правду и любишь беззаконие, значит твоя совесть в ненормальном состоянии. Вы, наверное, заметили, да, многие люди сходятся с вором и нормальны, по-дружески они с ними сотрудничают. Сходятся с отступниками и они их любят. Сходятся с теми – это ненормально. Праведность всегда разграничивает. Я не пропагандирую сегодня ненависть к человеку. Мы сегодня говорим о ненависти к беззаконию, как к явлению, как таковому. Всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Почему ненависть? Страх разоблачения рождает ненависть. В присутствии праведного человека нечестивый будет просто разоблачаться. Он будет просто видеть свою наготу. не усидит нечестивый в собрании праведников. Вы, наверное, замечали, что некоторые люди, которые в собрании, вот когда первый раз или второй раз, он просто, он его выносит. Он просто органически, он даже сам не понимает, в чем дело, какая-то сила поднимает, и он уходит, хлопает дверью. Никогда в жизни меня здесь не... Что с тобой? А потому что здесь вот две стихии, праведность и беззаконие. Делающие злое, они не будут сидеть среди тех людей, которые делают доброе. Добро и зло, они никогда не будут вместе в одной компании. Ивангелие Иоанна 7,7. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит. Это Иисус говорит. Потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы. отношение к праведности это, во-первых, ненависть со стороны делающих злое. Поэтому не воспринимайте это как трагедию или как какую-то беду. Это реальность жизни. Это аллергия. Вы понимаете, с другой стороны, у беззаконных людей аллергия на праведность. Поэтому в присутствии праведности у них сыпь появляется, у них кашель появляется, понос появляется, поэтому поносят вас всяческими неправедными словами. И ты видишь, человек меняется. Это мы должны понимать. Значит, я праведник. Иоанна, следующее место, 15 глава, 18-19. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидели. Праведный человек для нечистивого это мерзость. Имеем ввиду, что и ты являешься мерзостью для гомосексуалистов, для блудников, для убийц, для воров, для людей, которые живут нечисто. Праведности беззакония между собою не существовали и мирно существовать они никак не могут. Это две стихии, которые никогда не сольются, как огонь и вода. Ты хоть как сливай вместе и это не слияемые стихи. Дальше, 19 стих. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Мы представители Царства Божьего. Мы по определению праведники. праведники. Мы проповедуем Евангелие, которое мешает этой системе. Вся система мира замешана на грехе. Иисус Христос приводит, освобождает нас от сантиментов. Говорит, меня ненавидели и вас будут ненавидеть. Скажи, Алексей, ну спасибо, молодец, такое окрыляет учение нас теперь. Прямо жить хочется, прямо вырастают крылья. Я хочу обрадовать вас, нас много. И завтра нас будет еще больше. И я скажу, что Бог послал Иисуса Христа в этот мир, чтобы взыскать и спасти погибшие. Это погибшее, оно придет сюда. Чуть попозже мы с вами увидим, как Бог, используя ту же самую совесть своих врагов, делает друзьями. Мир ненавидит, но в мире есть разные люди, которые Савл тоже ненавидел, 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 и потом в один день что-то случилось, и он любит, любит, любит. Эпоха чудес не закончилась, и Бог вчера творил чудеса, и сегодня творит, и завтра будет творить чудеса. Амин! Спасибо, что вы были с нами. В следующей программе смотрите. Правда всегда идет от совести, иначе это не есть правда. совесть всегда проявляется через правду, иначе это не есть совесть. Аминь! 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 Субтитры создавал DimaTorzok